Начиная с июля 2010 года и по июнь 2011, в Центре Духовного Просвещения проходит год церковной семьи. И на протяжении года я периодически открываю Священное Писание для того, чтобы проповедовать о церковной семье. И сегодня название моей проповеди таково. Заботливый пастырь. Тендер шеперд, заботливый, любящий пастырь. Тендер, любящий пастырь. Для того, чтобы узнать истину Слова Божьей, я приглашаю вас его открыть. И если вы вдруг не принесли, на ваше счастье есть у нас экран, на котором и на русском, и на английском языке тексты будут показываться. If you happen not to bring your Bible with you, you are lucky, because we are going to have all the verses on the screen. Евангелие от Луки, 15 глава, первые семь стихов. The book of Luke, chapter 15, verses 1 through 7. Луки, 15 глава, стихи с первого по седьмой. Приближались к нему все мытари и грешники и слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Анашет возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой и созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною. Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Итак, вот известная многим история. Давайте попытаемся определить главные действующие фигуры. Кто представлен в образе пастыря, доброго, заботливого пастыря? Let's try to find main characters here. So, who is careful and tender shepherd here in this story? Your answer? Ваш ответ? Бог! Господь! Of course the Lord! И для тех, кто сомневается, вот текст из Священного Писания. And for those who doubt about this, here are Bible verses. Книга Псалтирь, 22 глава, 1 стих. For example, Psalm 23, verse 1. 22, 1. Читаем вместе громко вслух на русском языке. Let's read it together in Russian, if you can. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь прямо назван в Священном Писании пастырем. So, the Lord is directly called the shepherd in the scriptures. А теперь, для тех, кто не особо доверяет Ветхому Завету, откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу. And now, for those who don't actually trust very much the Old Testament, let's open the New Testament, book of Mark. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 11 и 14. И тоже прочитаем вместе вслух. Let's read it together again. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Кому принадлежат эти слова? Это слова Иисуса Христа. Это слова Бога Всемогущего, который, став человеком, пришел для того, чтобы показать, что Бог на самом деле добрый пастырь. А кто такие овцы? В этой притче Иисуса Христа. Конечно, не очень приятно почему-то называть себя овцой, да? Хуже того, бараном, правда? Но, тем не менее, правда Божия не может быть изменена, и мы вновь обращаемся к Священному Писанию. И открываем книгу Псалотирь, 99 главу, 3 стих. Итак, Псалом 99, 3 говорит. Священное Писание неоднократно уподобляет Бога пастырю, а Его народ овцам. И вот в этом повествовании, в 15 главе Евангелия от Луки, обращается внимание на один определенный вид овец в стаде. И это называется, как принято говорить, заблудшая овца. То есть, это та, которая потерялась, та, которая пошла своей дорогой. И вот объяснение того, что значит и о ком говорит Иисус Христос, используя образ потерянной овцы, сказано непосредственно в нашем отрывке. Давайте обратимся к 15 главе Евангелия от Луки и прочитаем стихи в начале седьмой, потом первой. 15 глава, стихи седьмой и первой. Сказываю вам, что так на небесах боли и радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот эта заблудшая овца, которую пастырь находит, объяснена здесь как грешник. И первый стих, соответственно, говорит. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. И второй стих. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Господь здесь, Иисус Христос, столкнулся с определенным типом отношения к грешникам. И это было презрительное, высокомерное отношение тех, кто считал себя святыми. Они были крайне раздосадованы, что Иисус Христос, на Которого они потенциально возлагали надежды, Он общался и принимал и ел с этими грешниками и мытарями. Потому, говоря, в общем, это притча о том, как Господь относится к грешникам, к заблудшим, к согрешившим, оставившим стадо Божье. И эта тема, потому, особенно актуальна для нас сейчас, в год церковной семьи. Потому, что, к сожалению, и в такой прекрасной церкви, как наша, есть ряд людей, которых мы давно не видели в стаде Божьем. Потому, в этой притче мы сегодня найдем с вами повеление, императив к действию для всех присутствующих. И так, какие три урока, касательно ожидаемых от Господа в отношении нас и предлагаемых нам действий, мы можем найти здесь? Вновь говоря, в общем, нам просто следует воплотить в жизни и осуществить то отношение к грешникам, которые имеет Господь. И потому, все действия, которые описывают здесь пастыря, должны быть нами повторены в нашей церкви. Потому, что этот добрый пастырь является рассказом о том, как должны все мы действовать, чтобы отразить Божье отношение к грешникам. Потому, что эта история о Божьем Божьем, это вообще история, которая нам должен научить, how we need to reflect God's attitude towards sinners. И так, если Библия ваша все-таки открыта, найдите первое действие по отношению к овцам стада пастыря. Первое действие, которое пастырь совершает по отношению к своему стаду. Ну, как по-вашему? Что он делает? Что он делает? Первое. Первое. Кто-то говорит и ищет. Это верно, но не в первую очередь. Давайте мы прочитаем четвертый стих. Пятнадцатая глава, четвертый стих. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них? Как вы думаете, сколько сейчас здесь у нас человек в зале? Вот если кто желает, можете подняться или, по крайней мере, обернуть голову так вот и обозреть зал. Сколько здесь у нас человек? И надо посчитать тех, кто в фойе, в малом зале и в прочих иных интересных местах этого помещения. Я думаю, что если мы скажем, что довольно много, то мы не ошибемся, правда? I believe we can just say that there are a lot of people and we won't be mistaken. Теперь вопрос. And now here's the question. Кого сегодня нет? Who is not here today? Кого сегодня нет? Что пастырю нужно сделать, чтобы понять, что одной овцы не хватает? What does a shepherd need to do in order to know that there is one sheep missing? Представляете, он смотрит, вся отара заполнена. Аллилуйя, слава Богу, зал опять был полный. Can you imagine? He just takes a look, sees a lot of people and says, Hallelujah, the whole room is full with people. Овец полно. Давайте радоваться. There are so many sheep. Let's rejoice. Этого отношения было бы недостаточно, чтобы обнаружить, что всего лишь навсего одной недостает. Не так ли? Such an attitude wouldn't be enough to find out that there is just one sheep missing. Потому первое действие пастыря в этой притче таково. That's why the first action by the shepherd in this parable is the following. Он считает своих овец. Он считает своих овец. Он знает точно, сколько сегодня было на водопое, сколько сегодня пришли за духовной пищей. Он знает, сколько должно быть, и потому он может знать, сколько было на самом деле, и тогда можно обнаружить разницу. Итак, давайте повторим. Первое действие, которое делает пастырь, это он считает своих овец. Он внимательно смотрит, все ли здесь, все ли пришли. Те из вас, кто из Советского Союза, лучше поймут мою иллюстрацию. Вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки, как правило, автобусы преимущественно сделаны из металла, правда? Но в Советском Союзе автобусы изготавливались из резины. Потому если официально было известно, что 50 человек может поместиться в этот автобус, то, поскольку они были сделаны из резины, на самом деле помещалось 150. То есть он просто растягивался в одну, в другую сторону, вверх, вниз, справа, влево, и все помещались. А кто из вас может подтвердить, что я прав? Поднимите руку. Вы видите, что нашим гостям, американцам, это трудно понять. Так вот, однажды в таком автобусе, который был до краев наполнен и переполнен, один пассажир на повороте через окно вывалился. Один пассажир just went out through the window on the turn because there was so little space inside. И водителю пассажиры кричат, «Эй, у тебя пассажир выпал!» And the rest of the passengers started shouting to the driver, «Эй, take a look, one of the people is outside!» И он им отвечает, «Ничего страшного!» «It's okay!» «Смотрите, сколько много их все еще осталось внутри!» You see how many of you I do still have inside. Первое, что делает пастырь, он считает своих овец. Таким образом, он в состоянии обнаружить, кого нет и кто выпал на крутом повороте. Привожу статистику по трём церквам из Вашингтонского объединения Церкви Божьей. I can tell you about statistics as for three churches of Washington Conference. И я думаю, что те, кто из этих церквей, их сразу узнают. And I believe if you are from one of those churches, you will recognize that statistics. Но в целях анонимности я, естественно, их не назову. But to make them anonymous, I won't tell the exact names. Итак, в одной церкви, согласно спискам, 305 членов церкви. So, in one of those churches, they have 305 people according to the church list. На богослужениях, если бывает 150, то это праздник. But they are lucky if they have 150 people at the worship service. В другой церкви неподалёку, согласно церковным книгам, 681 член церкви. There is also a church nearby and according to their list, they do have 681 people in their church list. Но на богослужениях присутствует чуть более 200. But there are a little bit more than 200 people at their worship services. Еще одна церковь чуть подальше имеет 769 членов церкви. There is one more church, a little bit further, and there is about 769 people officially over there in the church list. А по субботам бывает менее 300. But they do have less than 300 people on Saturdays. Вопрос. And then the question arises. Кто в этих церквах считает овец? Who does count sheep in those churches? Кто-нибудь знает ответ? Does anybody know the answer? К сожалению, только Господь один. Unfortunately, the Lord alone. Только Он знает, кто из членов церкви, которые посвятили когда-то себя на служение Ему, фактически заблудились. He is the only one who knows basically which of those people who dedicated their lives to Him once upon a time are lost now. Но, к сожалению, внутри этих поместных церквей часто этот вопрос просто боятся задавать. But unfortunately, people are too afraid to ask that question at those local churches. Потому, давайте себе сегодня в качестве идеала возьмем в пример Иисуса Христа, доброго пастыря. So, let's take Jesus Christ as an ideal model of a good shepherd for ourselves. И начнем в наших церквах считать овец. And let's start to count sheep in our churches. В нашей субботней школе, в наших мини-церквах, на наших общественных субботних богослужениях мы должны знать, знать, кто отсутствует. At our Bible school lessons, at our worship services, at our mini churches, we need to know exactly, we need to know how to count. Итак, какое второе действие пастыря? What is this second action by the shepherd? Согласно притче Иисуса Христа, according to the parable of Jesus Christ, что Он делает во-вторых? What does He do as a second action? Он ищет, спасибо. Thank you, He looks for. Он начинает искать, и об этом говорит как раз-таки четвертый стих пятнадцатой главы. He starts looking кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Как только открылся факт, что один, один человек отсутствует, сразу же на решение этой проблемы брошены силы. As soon as the fact that one of the members is missing, all the efforts were done and put into the search. И, конечно же, Библия прямо-таки-таки говорит, что Он оставил остальных. And the Bible says clearly that He left the rest of them. Оставил тех, кто в безопасности, в загоне, в закрытом помещении и пошел искать пропавшую. He left those of them who were safe. He left them and went to look for the lost one. И в пятом стихе сказано, Анашет возьмет ее на плечи свои с радостью. And verse 5 says, And when He has found it, He lays it on His shoulders rejoicing. Скажите, до какого момента эти усилия направлены на поиск продолжаются? So, tell me to which extent the search is conducted. Пока не найдет, правда? Until He finds. То есть, пока все не сделано, чтобы найти. Until everything possible is done to find. К сожалению, как мы узнаем из параллельного повествования из 18 главы Евангелия от Матфея, unfortunately, we can see something in the similar story in Matthew, parallel story in Matthew, chapter 18. В 13 стихе Евангелия от Матфея в 18 главе говорится о том, что не всегда эти усилия увенчаются успехом. И если случится найти ее, то есть, это не всегда случается, правда? потому, к сожалению, нет гарантии, что если ты будешь молиться, поститься, звонить, писать карточки, письма, приглашать в гости, нет гарантии, что заблудший вернется. Но Библия говорит о том, что все нужно сделать для того, чтобы эта цель была достигнута. Итак, во-первых, следуя примеру доброго пастыря, мы должны делать следующее. Считать. Во-вторых, искать. И что в-третьих? Как вы видите, проповедь уже is about to be finished, правда? То есть, раз уже третий пункт, значит, скоро конец, аллилуйя. the third step, which it means that the end is going to come soon. Потому что я сказал, что всего три у нас есть действия. Так вот, каково оно третье? So, what is the third one? Да, он нашел ее и принес это все часть поиска и восстановления. Yes, he found it, he brought it back home, but that's the part of the process of recovering, of bringing back home. Что после этого? Давайте читаем седьмой стих. Let's read verse 7. Пятнадцатая глава Евангелия от Луки, стих седьмой. Luke 15, verse 7. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Итак, третье, что необходимо делать, это радоваться и веселиться. И обратите внимание, что этот пастырь созывает, как говорит шестой стих, друзей, соседей и приглашает их разделить его радость. Но, к сожалению, в реальности часто бывает далеко не так. Когда в результате молитв и работе Святого Духа непосредственно, и посещении звонков, и всех усилий, заблудшая овца возвращается в стадо, во многих атарах ее ожидает судебный процесс, и потому, я думаю, хотя бы несколько предложений нам важно сказать в отношении вот этой проблемы. То есть, как правило, люди задают такой вопрос. Неужели человек, который раньше был в церкви, не понимал, что он или она делал, когда ушел от Бога и ушел из церкви? И главный вопрос, а на самом деле он или она осознали, что теперь им нужно жить совершенно по-другому? На самом ли деле покаяние имело место, прежде чем мы можем его принять назад? И потому, давайте зададим такой вопрос этой притче. И еще двум, которые в этой же пятнадцатой главе Евангелия от Луки записаны. Скажите, в первой притче «Потерянная овца», знает ли она, насколько овца понимает, что она пошла неправильным путем? Насколько овца понимает, что она идет не туда? Ну, вопрос по-другому задам. Есть ли у нее полное понятие о том, что она делает, что-то, что приведет ее к беде? I'll ask another question. Did it have real, full understanding of doing something, which will bring to a really bad, sad situation? Есть ли у овцы вот такое четкое сознание последствий? Does any sheep have true realization of the consequences of its action? Нет, правда? Нет. Of course not. Она отчасти понимает, она же знает, что она идет не туда, куда все остальные идут. Это она понимает, конечно. Но у нее нет полного осознания того, что же это такое и насколько это серьезно уйти из стада. Вторая притча о потерянной монете. Скажите, насколько монета осознает, что она потеряна? So tell me, how much the coin, the piece of silver cannot realize that it is lost? International sign, да? Не понимает вообще ничего. It doesn't understand anything at all. А насколько сын, младший сын, в третьей притче понимает, что он делает? But how deeply the youngest son in the third parable realized that realizes what he is doing. Скорее всего, понимает лучше всех в этих трех притчах, правда? Well, probably he's the only one who realizes something out of these three parables. И Господь эти три притчи рассказал нам к ряду вместе с одной очень важной целью, помимо всех прочих. And Jesus had very important target when he was talking when he was given those three parables in a row one by one. Не важно, какова степень осознания человеком того, что он делал. It's not important what is the stage of realization of what the person is doing by that person. It's not important if person understood what he or she was doing. Самое важное обнаружить, что он пропал. The main point here is realize that he is lost. Кому обнаружить? Who should realize, who should understand? Мы должны обнаружить, руководители поместных церквей должны обнаружить, совет церкви должен обнаружить, все члены церкви должны обнаружить. Во-вторых, нужно сделать все, чтобы найти и возвратить человека. И, в-третьих, когда он придет, не задавать ему вопросов о степени осознания его греха. А просто радоваться тому факту, что кто-то был мертв и ожил, пропадал и нашелся. enconttoi в-тяг неким упреки, пока унижения, никаких подозрений не должно но иметь место. Итак, сегодня мы с вами, смотря на модель, оставленную нам в пример, и для того, чтобы никто не ушел без ясной картины того, к чему Господь его призывает сегодня. В особенности членов Центра Духовного Просвещения в год церковной семьи, которая быстро подходит к концу. Сколько осталось нам этого года церковного? So, how much is left until the end of that year? Только три с половиной месяца. There are just three and a half months left. Осознавая это, я призываю сегодня каждого из вас. во-первых, считайте, посмотрите, кого нет рядышком из тех, кого вы лично знаете. look around, who is missing today among out of those who you know. Считайте тех, кого Господь верил вашему попечению. Count those who God gave you for you to take care of. Во-вторых, ищите, прилагайте усилия для того, чтобы, насколько это возможно, восстановить и вернуть человека в церковь назад. И когда вы его видите пришедшим на церковное богослужение, будьте подобны этому отцу, который подбежал, обнял и стал радоваться и веселиться о том, что человек здесь. Be likewise that father of the prodigal son, who hugged his son, who was rejoicing so much because that boy was back. Считать, искать и радоваться. Вот три главных императива и повеления сегодня для нас в этой притче. So, count, look forward and rejoice. These are three main imperatives. These are three main orders in these parables. And if you accept those appeals, those callings in your life, во время моей молитвы я в определенный момент приглашу вас поднять в знак об этом перед Господом руку. Then I ask you during my coming prayer to raise your hand at some particular moment to show that before God. Поднимемся для молитвы. So, let's stand as we pray. Отче Небесный и Пастырь Добрый, our heavenly Father, our good shepherd. Благодарим Тебя за Твою вечную великую любовь. We are grateful to you for your internal love. Благодарим за то, что этой любви ты учишь нас в Священном Писании и в примере Иисуса Христа. We are grateful because you teach us to love the same way in your scriptures and in the example of Jesus Christ. Мы принимаем сегодня, Господь, это повеление Твое. Lord, we today accept this order и поднимаем нашу руку в знак своего желания осуществить в нашей жизни эти три Твоих призыва. And we raise our hand to show and express this desire to accomplish and do this order in our lives. Мы хотим, Господи, считать, смотреть вокруг, обращать внимание на тех, кто нам дорог и близок. We want to look, we want to search, we want to pay attention to those who is dear and close for us. Мы желаем приложить усилия, чтобы искать и найти их и вернуть в церковь. We want to make any effort to do everything possible to bring them back to church. И мы даем тебе обет, Господи, радоваться и сделать эту радость известной им, когда ты по милости Твоей приведешь их назад. Благослови нас, Господь, в этом нашем желании, в этих наших планах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа.